итак задача легкая нужно выглядеть максимально свежо максимально ну естественно если можно так сказать потому что макияж дневной для того чтобы пойти с ребенком гулять и прочее и сейчас я использую вот этот кушен от берриса он идет спф защиты 50 и как раз на жаркое лето самое лучшее средство для меня это у меня самая большая спф защита в тональниках которые у меня есть и причем этот кушен очень легкий он вообще не заметен на коже его удобно наносить на эту половинку получается я нанесла кушен мне очень нравится как он выглядит на коже незаметен и поэтому с огромным удовольствием пользуюсь именно им сейчас очень много плюсов минусы конечно тоже есть но минусов ну практически не знаю очень мало наношу даже как вы видите под глаза потом я просто закреплю пудрой и этот кушен не будет скатываться у меня даже под глазами я не знаю мне кожи сейчас из какой-то проблемной кожи с которой все вечно скатывалась превращается в беспроблемную какую-то кожу с которой даже не не знаю не нужно особо париться нанести даже тот же увлажняющий крем чуть-чуть консилер мне просто сейчас жалко и хочется допользовать этот кушен потому что ну потому что он хороший красивый почему бы не закончить его срок годности у кушена не такой большой я его покупала довольно таки давно наношу как вы видите вместо база под тени даже на глаза теперь нужно все это дело закрепить пудрой я возьму пудру скульптор от люкс визаж который я тут совсем недавно показала в видео и светлым оттенком кстати кисточка тоже новая тоже видео вам показывала кисточка с сайта banggood и просто припудриваю вот эту зону тоже припудрю этой же пудрой только очень очень таким тоненьким слоем теперь возьму скошенную кисточку из этой же палетки и скульптурирующий оттенок пудру темного цвета видите как легко наносится но тут знаете заслуга и кисточки и само пудры средства кисть растушевывает вообще прелестно ну и конечно грех такое средство не растушевать так теперь я вот эти же остатки нанесу вот так не знаю я всегда так делаю а светлую пудру я нанесу на глаза не знаю для меня сейчас как знаете как проще как быстрее тем лучше просто вот нанес раз два хоп хоп и в принципе такой весьма приемлемый макияж готов на данный момент я завершила с глазами теперь займусь бровями любимым средством своим от catrice все средства кстати говоря я под видео обязательно название всех средств подпишу так что вы если что-то вдруг заинтересовало можете найти найти название средства именно под видео в инфобоксе ну вот в принципе все как вы видели какие-то легкие легкие штрихи и бровь уже очень аккуратно красиво смотрится очень легко и очень быстро буквально за пару минут можно подрисовать брови и сделать их такими очень естественными далее обязательно конечно же фиксирую брови потому что у меня брови непослушные и это у меня фиксирующий гель для бровей от Vivienne Sabo чуть не перепутала марку если вам нужен гель для бровей именно для фиксации то это самый фиксирующий гель для бровей из тех которые я пробовала конечно же ну что теперь снова вернемся к глазкам и обычно что я делаю самое легкое самое эффектное то что я использую это стрелки я возьму свою жидкую подводку от люкс визаж и нарисую стрелки самым обычным способом как вы видите стрелки я рисую довольно таки широкие и стрелки я обожаю и на самом деле по большей части в жизни если вы меня вдруг встретите как я там с ребенком гуляю по магазинам прогуливаюсь обычно у меня вот этот макияж и есть на мне стрелки 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 после того как я довольно таки быстро за пару минут буквально нарисовала стрелки я наношу тушь тушь у меня сегодня вот такая черная тушь тушь шейкер от марки ремень это нужно его так потрясти и нанесем в один слой чтобы добиться более такого естественного эффекта и наносим она новая прям жидкая жидкая это приятно нанесла я тушь и осталось нанести помаду помадка у меня будет одна из моих самых любимых помадок именно дневных помад это это губная помада от марки эссенс в 0,4 оттенке серии шираншайн очень нравится мне эта помада смотрите какой красивый цвет смотрите какая красивая помада очень мне нравится пользуюсь наверное чаще всего именно этой помадой сейчас и выгляжу я днем обычно именно таким образом очень просто очень быстро и в то же время эффектно и сейчас я вам покажу что я делаю какие фишки использую для того чтобы превратить вот этот макияж вечерний макияж и самое первое что я буду использовать та же самая контурирующая палетка для лица но я буду использовать темный оттенок как скульптурирующий оттенок для глаз и наношу вот сюда под косточку довольно таки интенсивно я наношу и сразу же я растушевываю этот оттенок таким образом конечно этот глаз уже выглядит намного ярче и макияж смотрится более эффектно я надеюсь что видео этот эффект тоже передает к видеокамеры в принципе при желании можно взять более темный оттенок например вот этот серый чуть-чуть совсем чуть-чуть добавить туда же в складку чтобы его углубить стерлая помада и теперь приступим к нанесению хайлайтера я вечером наверное и при съемках видео без хайлайтера не обхожусь вообще и мне очень нравится этот хайлайтер от Catrice я его нанесу во внутренние уголки глаз чтобы добавить сияние и я его нанесу под бровь тоже чуть-чуть сияние добавить тоже вечером заиграть макияж совершенно другими красками и далее вот такой вот кисточкой синтетической плотной нанесу хайлайтер на скулы и совсем совсем чуть-чуть я нанесу на спинку носа и вот так теперь помада вступает в ход конечно же яркая помада будем использовать мы с вами помадку от Bourjois и она очень красивого оттенка вы сейчас это сами увидите вот такой красивый ягодный оттенок вот такой у меня получился супер яркий и супер эффектный на мой взгляд образ и всего-то нужно было добавить каких-то пару-троечку штрихов и вуаля вы превращаетесь просто в какую-то жрицу любви с красной помадой и с огромными стрелками мне очень нравится этот макияж мне очень нравится как я выгляжу в нем и обычно когда мне хочется дневной макияж скорее превратить в вечерний выглядеть ярче я добавляю хайлайтер я добавляю яркую помаду я добавляю темный оттенок в складку все ну я думаю что я не одна такая умница разумница открыла америку для многих наверное многие девочки уже этими фишками пользуются будет интересно почитать вообще есть ли для вас разница между вечерним и дневным макияжем потому что я знаю что кто-то уже с утра при полном параде наносит сразу вечерний макияж особенно в россии это очень актуально я тоже раньше между прочим любила так делать с утра краситься ярко-ярко и целый день вот так ходить в таком виде сейчас мне нравится носить отдельно дневной макияж а вечером уже более яркий вечерний макияж все-таки для меня различие в дневном и вечернем макияже они существенно большая разница есть напишите как вам этот макияж как вам мои яркие губы и мне кажется мне они очень идут и всем желаю всего самого наилучшего красивых макияжей быстрых легких и чтобы вы всегда выглядели эффектно нравились себе и нравились своему мужу или любимому человеку всем всего самого наилучшего пока пока пока